Привет! В этом уроке мы с вами ознакомимся с массивами, мы изучим одномерные, а также многомерные массивы в языке C++. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылку на этот урок на сайте я оставлю в описании к этому видео. Для начала, что такое массивы? Массивы данных вы их можете представлять как обычные переменные. Вот только в переменной мы всегда можем хранить лишь одно единственное значение, а в массиве мы можем хранить сразу набор из нескольких значений. Ну и с массивами идет примерно тот же самый принцип работы, что и с переменными. То есть вы также можете добавлять какие-то значения туда, выводить эти значения на экран, можете менять эти значения и так далее. Давайте сейчас от слов мы перейдем к делу и попробуем создать наш первый массив. При создании массива вы прописываете примерно точно ту же самую конструкцию, как и при создании обычной перемены. То есть изначально вам нужно указать тип данных. Представим, что у меня будет сейчас массив, где я буду хранить только целые числа, поэтому я использую здесь тип данных int. Также можно было бы использовать short, long или другие типы данных. Далее мне нужно указать название для массива. Опять же, название просто подбирайте какое-то логичное, без специальных символов. Ну, например, у меня будет название как nums. И если я просто здесь поставлю точку запятой, то это у меня будет стандартная переменная, в которую я могу поместить значение. Далее это значение я могу поменять, также могу вывести его на экран. Но чтобы создать из этой переменной именно массив, то после названия, по сути, переменной, после названия этого массива, мы должны установить еще вот такие вот квадратные скобки. И в этих квадратных скобках мы должны указать число. Это то количество элементов, которое будет находиться внутри самого массива. Например, у меня массив будет состоять из трех элементов, поэтому я здесь указываю число 3. Таким образом, сейчас у меня уже есть массив, который будет состоять из трех элементов. Сейчас все эти три элемента не имеют никакого значения, то есть я не установил еще туда ничего, поэтому они все пустые. Но я могу быстренько установить все эти значения. Например, давайте мы попробуем установить эти значения с новой строки. То есть я обращаюсь просто к массиву, обращаюсь по его имени, далее я открываю квадратные скобки, и в этих квадратных скобках мне необходимо указать как бы индекс того элемента, к которому я обращаюсь. Ну, другими словами, номер того элемента, к которому я хочу обратиться. И вот, например, я хочу сейчас установить значение для первого элемента в моем массиве. По логике вещей здесь нужно прописать 1, и потом вы сможете установить как бы число, значение для этого элемента. Но на самом-то деле, когда вот я здесь прописываю 1, то на самом деле я устанавливаю значение для второго элемента внутри массива. Все дело в том, что здесь нам необходимо обращаться не по номеру элемента, а по его индексу, а индексы, они начинаются с нуля. Поэтому если я хочу обратиться к первому элементу, то мне нужно обратиться по его индексу, а поэтому мне здесь необходимо прописать 0. То есть здесь идет отсчет с нуля. И это просто нужно запомнить, что когда вот мы работаем с массивами, отсчет идет с нуля. Чтобы обратиться к первому элементу, прописываем 0. Ко второму элементу это уже 1, к третьему элементу 2 и так дальше. Ну, то есть просто на единицу меньше. Так вот, сейчас я создал массив, указал, что в нем будет 3 элемента, и в следующей строке я просто указал то, что в качестве значения для первого элемента, или же для нулевого элемента по индексу, я установил значение как 56. Точно в таком же ключе я могу установить и значения для других элементов. Ну, здесь давайте я установлю какое-то такое число, а здесь, например, число 2. Теперь у меня получается, что есть массив, он состоит из трех чисел, все три числа я уже сюда подставил. И вот дальше работа с этим массивом, она на самом-то деле точно такая же, как и работа с обычными переменными. Только вот разница в том, что когда мы работаем с переменой, я просто прописываю ее название, и в принципе эта перемена, она будет выведена на экран. Здесь же мне просто после названия всегда нужно дописывать еще квадратные скобки и указывать, какой конкретно элемент я буду, например, выводить на экран. И вот представим, что я хочу вывести 563 на экран. В таком случае мне необходимо, чтобы обратиться к этому второму элементу, мне необходимо обратиться к нему по индексу. Опять же, второй элемент, значит индекс 1 прописываем, на единицу всегда меньше. И если подобное мы сейчас запустим, то просто заметим, что на экран будет выведено 563. Это как раз верное значение нужного элемента из нашего массива. Также вы, конечно же, все это можете менять. То есть, например, опять же, вот здесь я до вывода могу обратиться к тому же самому элементу, могу установить здесь какое-то новое значение. Кроме того, могу еще раз к этому элементу обратиться, могу увеличить его на единицу. И сейчас мы просто заметим то, что на экран у нас, по сути, будет выведено число 5. Почему? Дело в том, что мы установили число 4, потом я увеличил это число на единицу за счет вот этой математической операции, и потом это число я вывел на экран. То есть принцип работы точно такой же, как и с обычными переменами. Все те же самые действия вы можете здесь прописывать. Разница только в том, что в переменной вы храните одно значение, а тут сразу набор из разных значений. И вот сейчас мы с вами создали массив, а значения для элементов мы присвоили чуть позже, уже в отдельных строках. Но на самом-то деле все эти значения можно присваивать сразу же при создании массива. И давайте я вам тоже такое покажу. Просто создадим новый массив, тот уже трогать не будем. Допустим, давайте укажу некий новый тип данных для массива, чтобы мы не забывали, что существуют и другие типы данных. И этот массив, он у меня будет называться как Nums2. Здесь же мы указываем, что это массив, поэтому добавляем квадратные скобки. Укажем, что здесь, пускай у меня будет тоже три элемента. И далее я просто здесь прописываю знак равно и открываю вот такие вот фигурные скобки. В них же я могу указать сразу все значения для всех элементов. Таким образом вы получаете тот же самый массив, только теперь у вас все значения сразу же установлены. И здесь на самом-то деле вы можете установить значения как для всех элементов, так и только для нескольких первых элементов. Ну, например, я могу установить значения для первого и второго элемента, а третий элемент у меня будет без установленного значения. Главное, что здесь нельзя сделать, это нельзя установить значения для какого-то элемента, который изначально не был здесь описан. То есть, смотрите, у меня массив состоит из трех элементов. Если я попробую описать значения для какого-то четвертого элемента, это всегда будет выдавать ошибку. Так сделать нельзя. Чтобы добавить значение для четвертого элемента, просто увеличьте размерность массива Тогда сможете дописать еще и четвертый элемент И вы можете задать еще вполне логичный вопрос А почему тогда сразу не установить здесь какое-то большое число? Например, что вот столько у нас здесь будет элементов В таком же случае тогда можно прописывать сколько угодно здесь уже значений И в принципе все будет работать корректно То есть да, вы можете на самом-то деле так поступить Можете установить здесь какое-то гигантское число И в таком случае вы никогда не выйдете за диапазон самого этого массива Сможете устанавливать там любые элементы и в принципе с ними работать Но в чем является проблема такого подхода? Дело в том, что когда вы запустите программу У вас ваша программа выделит в оперативной памяти компьютера Место под все вот эти вот элементы, которые вы здесь указали Возможно вы не укажете значение под все эти элементы Но тем не менее место под все эти элементы все равно будет выделено То есть вы получите плохо оптимизированную программу У вас будет занято очень много оперативного места в памяти компьютера При этом это место будет занято зря А проблемка здесь заключается в том, что если вы слишком много займете места в оперативной памяти То больше его не будет хватать для самой программы И программа просто зависнет Я уверен ни одному пользователю, который будет пользоваться вашей программой Такое не понравится Поэтому лучше как-то более оптимизированно подходить под выделение памяти Ну и здесь лучше использовать именно то количество элементов, которое действительно вам нужно Я допустим, давайте сейчас укажу все-таки число здесь 3 И просто с тремя элементами буду тут работать И вот в принципе это и есть весь базовый функционал по работе с массивами То есть массивы вы можете создавать Далее можете присваивать значения для каждого из элементов Также эти элементы вы можете менять Можете выводить на экран эти элементы Ну и в принципе можете проделать какие-то математические операции с элементами Также элементы можно использовать внутри условий, циклов и так далее И вот единственная проблема, которая у нас сейчас есть Это проблема быстрой работы с элементами, что находятся внутри массива То есть сейчас, чтобы нам просто вывести все элементы на экран Нам необходимо обращаться к каждому элементу и выводить его по отдельности на экран И такое можно делать, пока у вас как бы немного элементов в массиве Ну например 3 элемента вот в таком формате вывести как бы не проблема Но если у вас массив будет состоять из 5000 например элементов А почему бы нет, он может из такого количества состоять То вывести каждый элемент вот так вот в ручном формате Это будет ну просто очень сложной и долгой задачей Поэтому конечно же подобный вывод всех элементов вот так вот в ручном формате Это не совсем то решение, которое нам нужно И поэтому мы давайте сейчас с вами рассмотрим А каким же образом можно было бы вывести все элементы из массива при помощи цикла Ведь действительно циклы это как раз те конструкции, которые идеально подходят для работы с массивами Массив это по сути набор из множества элементов А цикл это та конструкция, которая позволяет выполнить одно и то же самое по сути действия Несколько раз подряд То есть это идеальная конструкция, которая нам сейчас как раз и подойдет И вот давайте мы создадим с вами цикл форм Здесь я укажу некую переменную Укажу то, что эта переменная, она у нас будет идти от 0 до 3 И каждый раз наша переменная будет увеличиваться на 1 И за счет этого цикла я допустим попробую вывести на экран полностью все элементы Которые вот здесь у меня находились в массиве nums2 Чтобы такое сделать, я просто обращаюсь к cout Здесь я давайте буду выводить, ну например, некий текст, element А также, ну или давайте даже вот так возможно будут делать Я буду здесь выводить слово element Далее буду выводить индекс самого элемента И далее через двоеточие буду выводить еще по сути сам по себе элемент Единственный пробел еще установлю И вот смотрите, чтобы мне вывести каждый элемент массива Мне необходимо обратиться к самому массиву Обратиться к квадратным скобкам И ранее я для вывода или для обращения к элементам Использовал просто индексы, например, 0, 1, 2 и так далее А сейчас вместо числа я просто подставляю нашу переменную i И тем самым мы по сути получим с вами как раз корректный вывод информации Ведь i это у нас переменная, которая будет идти от 0 до 3 не включительно То есть сюда теперь мы будем подставлять 0, 1, 2, ну и по сути все И тем самым мы выведем все элементы массива Также в конце давайте мы еще выполним перевод на новую строку Чтобы нам ничего не мешало Итак, запускаем программу И вы просто сейчас заметите то, что все наши элементы Вот на эту пятерочку можете не обращать внимания, она ранее там выводилась Но так то все наши элементы, они действительно корректно были выведены на экран Единственное, я немного не с тем массивом начал работать Видите, я обратился к nums, а говорил, что выведу элементы с массива nums2 Поэтому давайте этот момент исправим Ну и наверное закомментирую вот эту вот строчку кода, чтобы она просто не мешала И еще раз запущу программу Ну и мы замечаем то, что видите, я по сути вывожу также все элементы Только теперь из верного массива То есть вот у меня есть элемент 4, 6 и 7 Все значения, все элементы были выведены на экран То есть вот таким вот простым, нехитрым способом мы при помощи цикла смогли вывести полностью все элементы из массива Но опять же, чем это удобно? Это удобно тем, что если бы у меня было здесь, например, 300 элементов То цикл я бы просто сделал от 0 до 300 И все бы элементы в точно таком же формате очень быстро смог бы вывести на экран Это, конечно же, суперудобно и это сильно упрощает нам задачу А теперь мы давайте построим несколько мини-проектов, на основе которых мы научимся на практике работать с массивами, а также циклами Первая программа, которую я бы хотел построить, это будет такая программа, где мы будем запрашивать у пользователя разные значения И эти значения мы будем подставлять в качестве значений для самого массива Поэтому, чтобы такое сделать, мы давайте создадим изначально сам по себе массив Например, он будет называться как numbers Пускай он будет состоять из 5 элементов Ну и сами эти элементы мы устанавливать сейчас не будем Далее, мы создаем цикл Этот цикл, он будет идти от 0 вплоть до количества элементов То есть до 5 И каждый раз мы эту перемену будем увеличивать на 1 Здесь же внутри цикла мы давайте будем выводить некое сообщение Например, enter number Также я буду выводить как бы индекс, который нам необходим Ну, индекс элемента, который мы сейчас вставляем И в принципе больше сюда ничего дописывать не будем Хотя на самом-то деле сюда еще можно строку дописать двоеточие Чтобы красиво у нас получалось по итогу строка И далее мы просто получаем от пользователя данные И то, что мы получим, мы будем записывать в массив В определенный элемент с индексом i То есть это по сути все, что нам и необходимо было прописать Мы создали массив, он изначально пустой Далее мы создали цикл, который пройдется от 0 до 5 не включительно Здесь мы каждый раз вводим некое сообщение И далее мы получаем значение от пользователя И это значение мы будем вписывать в качестве элемента Под определенный индекс Индекс мы берем из нашей переменной i Если подобное запустить, то мы заметим, что все сработает корректно Вот видите, у нас все данные как бы вводятся В принципе никаких проблем нет Ну и я случайно Enter в конце нажал, поэтому программа закрылась Ну в общем программа работает, все обрабатывается как и требовалось Также мы давайте, чтобы действительно убедиться в том, что все у нас сработало корректно Мы давайте возможно создадим еще раз цикл По сути тот же самый цикл for И в этот раз мы просто выведем все элементы нашего массива Поэтому я здесь прописываю element И здесь я буду выводить все элементы массива То есть я обращаюсь к массиву и беру определенный элемент по его индексу Который у меня указывается через переменную i Ну и опять же давайте это мы просто запустим Посмотрим, что получилось Итак, вводим некое первое число, вводим некое второе число, еще число, еще число и еще какое-то число И вот что мы получаем То есть мы ввели все значения, эти значения были установлены в массив Далее мы перебрали этот массив и вывели именно те значения, которые получили от пользователя То есть вот таким вот образом вы можете устанавливать данные в массив от пользователя А также можете выводить все эти данные на экран Но и на этом давайте мы не будем останавливаться. Теперь я предлагаю создать такую программу, за счет которой мы подсчитаем сумму всех элементов, что будут у нас внутри массива. В первую очередь мы создаем саму по себе переменную. Наверняка давайте создадим, что это будет переменная float, ведь массив у нас тоже идет как float, поэтому логично, что и наша новая переменная, пускай с таким типом данных, будет идти. Эта переменная будет называться как сумма. Начальное значение у нее будет как 0. И далее мы создаем с вами цикл. Я даже давайте опять же скопирую этот цикл for. И здесь мы с вами пропишем следующее. Мы с вами будем просто к нашей переменной сумма добавлять каждый элемент, который мы перебираем внутри массива. Ну и по факту это все, что нам необходимо было сделать. То есть мы просто перебираем полностью весь массив и каждый элемент, его значение добавляем к переменной сумма. Тем самым мы и получим сумму всех элементов. В конце всего этого мы давайте еще на экран будем выводить сумму. Здесь напишем сумма. Будем выводить переменную сумма. И в конце еще endline пропишем, чтобы у нас был перевод на новую строку. Если подобное запустить, то мы заметим, что у нас будет верный подсчет суммы. Давайте только введем все значения. Ну и вот сумма 69. Все обработалось корректно. Ну и дополнительно, возможно, давайте еще научимся находить минимальный элемент внутри массива. Почему бы нет? Для этого нам необходимо создать еще одну переменную. Она пускай у меня будет называться как минимум. Мы представим, что минимальный элемент это у нас будет первый элемент массива. Даже если это не так, то мы все равно это позже с вами внутри цикла будем проверять. Если будет какой-то новый минимальный элемент, то мы его перезапишем. Пока просто при создании переменной мы как бы гипотетически думаем, что пускай минимальный элемент это будет первый элемент массива. Ну или же нулевой элемент по индексу из массива. Ну и внутри этого цикла, предлагаю просто не создавать новый цикл. Все пропишем прямиком здесь. Внутри этого цикла мы с вами пропишем следующую проверку. Мы скажем то, что если вдруг текущий элемент, с которым мы сейчас работаем, он у нас будет меньшим, нежели тот минимальный элемент, который был у нас вот здесь изначально записан, то в таком случае мы понимаем, что вот этот вот текущий элемент это и есть новый минимальный элемент, а поэтому в переменную min мы запишем вот этот вот элемент, с которым мы сейчас работаем. То есть логика максимально простая. Если текущий элемент меньше, чем минимальный элемент, значит минимальный элемент становится текущим элементом. Все очень просто. Ну и конечно же в конце всего этого мы давайте еще будем выводить тоже этот минимальный элемент на экран. То есть здесь min и здесь мы вводим соответственно такую переменную. Так, давайте выделю такую переменную как min. Опять же, все это мы можем запустить. Теперь давайте мы попробуем ввести данные. Введем здесь, например, минус 23, еще какие-то данные и минус, не знаю, минус 4 введу. И мы замечаем, что он нашел правильный минимальный элемент, это элемент минус 23. Также он подсчитал сумму всех элементов. Кстати, сумма правильно подсчитана. Видите, 23 минус 23, 4 минус 4, ну и сумма получается просто 45. То есть все обрабатывается абсолютно корректно и вот таким вот образом при помощи циклов и при помощи массивов вы уже можете создавать достаточно интересные программки. Да, пока они без графического интерфейса, пока они без особого какого-то наполнения, но в то же время это уже неплохие программы, которые действительно вы можете прописывать. И в ходе этого урока нам еще остается изучить такую тему, как многомерные массивы. Многомерные массивы это по сути те же самые обычные массивы. Кстати, вот те обычные массивы, которые мы изучали, они называются одномерные массивы. Многомерные массивы, они отличаются лишь тем, что в одномерных массивах у нас каждый элемент это какое-то конечное значение. Ну, как, например, у нас было там число 3, 5, 10 и так далее. В многомерных массивах каждый элемент это еще какой-либо массив. Ну и давайте лучше от слов перейдем к практике, так нам будет проще все это понять. Итак, создадим некий многомерный массив, он у нас будет двумерный. Это означает то, что каждый элемент первого массива является еще каким-либо массивом, а там уже дальше потом будут идти значения. Вот, и конечно же можно использовать здесь любой тип данных. Я давайте буду использовать тип данных integer. Здесь же мы указываем название для нашего массива. Я укажу, что наш массив будет называться как матрица. И далее мы указываем здесь первые квадратные скобки. В них мы указываем как бы размерность нашего первого массива. А также мне необходимо указать вторые квадратные скобки. И в них мы указываем размерность каждого нашего вложенного массива. Ну, например, каждый вложенный массив будет состоять еще из двух элементов. И тут на самом-то деле вы можете просто поставить точку запятой и далее работать со всеми этими элементами точно так же, как мы работали ранее. То есть, например, мы можем обратиться к любому элементу, что из первого массива, что из второго массива и установить некое значение. И так мы можем установить полностью все элементы. Но вместо установки всех элементов вот так вот в ручном формате, мы давайте лучше их установим сразу же при создании массива. Так просто будет нагляднее. И вот смотрите, ранее мы просто прописывали с вами фигурные скобки. В них мы уже указывали какие-то значения. Ну и этого хватало. Сейчас же здесь каждый элемент это будет еще один массив, а поэтому здесь я прописываю еще фигурные скобки. И чтобы нам, опять же, было все это проще смотреть, то я давайте даже разобью это на несколько строк. И в таком случае оно будет выглядеть немного красивее и понятнее. То есть, что я сейчас сделал? У нас есть сейчас первый наш массив. И этот первый массив, он состоит из трех элементов. Я сам это указал, что у нас будет здесь три элемента. Поскольку это двумерный массив, ну или же многомерный массив, да, то здесь каждый элемент это еще один массив. Поэтому вместо значений я прописал здесь еще фигурные скобки. Три элемента, три массива. То есть, вот я их здесь прописал. И теперь внутри этих фигурных скобок у меня будет, то есть, внутри этих еще вложенных массивов у меня будут элементы. В каждом из этих массивов идет по два элемента. И это должны быть целые числа, ведь массив, он у нас интеджер. Поэтому здесь я так и записываю. Например, 3 и 5. Здесь могу записать, например, там 5 и 8. Ну, а здесь, например, запишу минус 2 и 0. Вот. Таким образом мы получили с вами что-то в духе матрицы, где у нас есть первый массив, который состоит из еще каких-либо массивов. И дальше во всех этих массивах у нас уже находятся какие-то точные элементы. И теперь, чтобы работать с этими элементами, мы с вами можем использовать все те же самые техники, что использовали ранее. То есть, например, если я хочу вывести вот эту вот, например, восьмерку, для этого мне нужно обратиться к самому массиву. Далее я прописываю первые угловые скобки, квадратные, вернее, скобки. И здесь я должен изначально обратиться к вот этому вот элементу. Этот элемент идет по индексу 1. Напомню, что индексы начинаются с нуля. То есть, это нулевой индекс, это первый индекс, это второй индекс. Поэтому здесь прописываю единицу. Обращаемся изначально к этому элементу. А далее я обращаюсь уже к самому этому массиву. Из него я хочу вывести восьмерку. Восьмерка у меня идет под индексом тоже 1. Поэтому тут опять-таки единицу прописываю. Ну и даже в конце endline еще допишу. И тем самым, если я сейчас запущу программу, вы просто заметите, что на экран будет выведено число 8. Вот оно здесь было выведено. То есть, все обработалось корректно. Так же само вы можете еще и устанавливать новые значения сюда, во все эти элементы. Можете проводить математические операции. Ну и все в таком духе. Мы же давайте буквально еще в этом уроке рассмотрим, каким же образом можно было бы вывести все элементы такого массива через цикл. И чтобы такое сделать, нам потребуется на самом-то деле аж 2 цикла. Первый цикл он будет перебирать у нас как бы первый наш массив. То есть, вот этот вот большой массив. А второй цикл он будет перебирать все вложенные массивы. Ну и давайте такое пропишем. То есть, мы создаем первый цикл. Он у нас идет от 0 и вплоть до количества элементов в первом массиве. То есть, до 3. Здесь мы каждый раз i будем увеличивать на 1. А далее мне необходимо создать еще один цикл. Здесь единственное, мне необходимо поменять уже, что будет некая другая перемена, например, j. Все мои вот эти вложенные массивы, они как бы состоят из двух элементов. Поэтому здесь условия указывают до 2. И теперь просто тут мне остается сделать лишь одно. Я буду на экран каждый раз выводить все элементы из такого массива, как matrix. Здесь в качестве первого индекса указываю i. Ну, то есть, нашу перемену из первого цикла. А в качестве второго индекса я указываю перемену j, получается, из второго цикла. Ну и в конце еще endline здесь пропишу. Если подобное запустить, то мы просто с вами заметим то, что на экран будут выведены полностью все элементы. Это 3 и 5, это 5 и 8, это минус 2 и 0. То есть, все элементы, они были выведены на экран. Ну и с вот этими двумерными массивами, может быть, все совершенно непонятно на начальных парах. Это абсолютно нормально. Главное, что вам сейчас необходимо запомнить, это как происходит работа с одномерными массивами. То есть, с теми массивами, которыми мы изучали в начале урока. Там все намного проще. Здесь, на самом-то деле, тоже нет ничего такого сложного. Тут просто каждый элемент это еще какой-либо массив. Ну и чтобы, получается, работать с этими дополнительными вложенными массивами, необходимо повсюду дописывать вот эту вот дополнительную квадратную скобку. Ну и если мы говорим про двумерные массивы, то для их перебора нужно еще использовать два цикла, а не один, как это было в одномерных массивах. Но главное, что вам нужно сейчас запомнить, это как работать с одномерными массивами. Это мы с вами изучали в начале урока. Ну а двумерные массивы можно уже будет изучить и немножечко попозже. Ну что же, надеюсь, данный урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать во все наши соцсети. Ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока.